Давайте откроем Исаия, 55 главу. Я начну оттуда, а потом буду проповедовать Иоанна. Бог благ и милости. Бог очень благ, очень милости. И часто мы не видим этой милости. Вы знаете, когда дьявол приходит, и он приходит в жизнь человека, он напирает на все участки жизни. И вы знаете, Иоанн, он пример такой для нас, к чему дьявол прикоснулся? Ко всему. К детям прикоснулся. К имению прикоснулся. Вы знаете, даже через жену действовал, предлагал ему похулить Бога. И часто мы видим вот эти вот вещи в нашей жизни, что дьявол прикасается к нам, он приходит в нашу жизнь. только ради одного, чтобы тебя как-то унизить, сделать тебя неспособным, сделать тебя немыслищим, не знающим Бога. И вы знаете, люди часто поддаются на уловки дьявола и говорят, да, у меня так плохо все, да, у меня так ужасно все. И начинают ныть. И вот Бог не желает, чтобы наша жизнь, она была как жизнь у тех, которые постоянно находятся в нытье. Библия говорит, будь тверд и мужествен. Скажи своему соседу, будь тверд и мужествен. А сестре скажи, будь тверда и мужественна. Слово мужественно, это не к сестрам, правда? Но к верующим и у верующего нету пола. Вы знаете это? Будь тверд и мужественна. Что такое тверд? Это быть стержнем. Кто-то не понимает, но верующая жена освещает весь дом. От тебя зависит все остальное. Да хоть с дьяволом ты живешь. Бывает наоборот, но ты должен быть твердым и мужественным для того, чтобы исполнить волю Божью. Некоторые поддаются. Знаете, им чуть-чуть на мизинчик наступили, и он начинает плакать. Потому что дьявол, он хитрец. Он обманщик. Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы. И вы знаете, если ты со своим злом не справился или не справилась, то как ты справишься с чужим? Если ты со своим не можешь овладеть и собой не можешь овладеть, то как ты с другим овладеешь? И вы знаете, Библия нас учит овладеть, в первую очередь, злом, которое и воюет против нас, чтобы быть твердым и мужественным. Каким образом я овладеваю этим? И давайте откроем. Это Исаия, 55 глава. Жаждущие, идите все к водам. Жаждущие, идите все к водам. О чем тут он говорит? О Слове Божьем. Даже вы, у которых нет серебра, идите и покупайте. И ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Люди сегодня насыщаются тем, что не приводит их к движению, благословению. Здесь говорится о Слове Божьем. Послушайте внимательно. Многие сегодня, они живут в сплетнях, в обмане, в лжи, в СМИ и еще в чем-то. В понимании какого-то человека, людей, группы людей. Потому что они собираются группами, как правило. И они все знают. Но вместо того, чтобы открыть свое сердце для Слова Божьего, что нас делает твердым, так это Слово Божьем. Почему я дальше скажу? Но я хочу, чтобы ты понял. Если ты получил откровение Слова Божьего, и Слово Божье сказало, кто ты будешь, то что бы тебе ни сказали, и кто бы тебе ни сказал, ты должен верить. Будь тверд и мужествен. Если тебе скажут, давай уклонимся и не будем сегодня делать то, что мы должны. И если придет всем злейших, то что ты будешь делать? Поддашься под них? Подступишься под них? Нет, послушай, противостаньте дьяволу твердой. Сегодня некоторым надо противостать в своей семье, в своем доме, вместо того, чтобы поддаться. О, он плохой, он ужасный. Да дьявол тебе внушил это. Она ужасная. Дьявол внушил тебе это. Ты вместо того, чтобы строить свою семью, свой дом. Вы знаете, мне нравится, помните, Иисус проповедовал дом, который построен на камне, и который построен на песке. Камень наш Иисус, основание является Иисус. И вы знаете, самое интересное, смотри, кто как строит. Мы должны смотреть и внимательно смотреть, кто как строит. Но на чем ты строишь? На своих отношениях, чувствах? Ты зыбкий. Ты на песке строишь. Я строю на Слове Божьем. Что бы ни происходило, слушай, до основания можно разрушиться, можно потерять все, но Слово Божье, оно пребывает вовек. Я снова там построю. Вы знаете, когда дом, он говорил о доме, то если ты принял в свое сердце Слово Божье, ты снова там построишь. И кто бы что не говорил. Кто бы что не говорил. Кто бы что не делал. Послушай, если строитель хороший, он закладывает хороший фундамент, потому что он знает, что на хорошем фундаменте можно и три, и пять этажей построить. На плохом фундаменте. И одноэтажный дом дает трещины. Если твоя жизнь дала трещину, проблема не... проблема в фундаменте, ты значит не там строишь, не в том месте строишь. Идите все к водам. Значит, твое основание не Слово Божье. Твое основание, твоя вера, твои желания, твои чувства. Ой, философия мира. Слушай внимательно. Философия мира, она погибнет вместе с миром. Слово Божье будет пребывать вовек. Поэтому Дух Святой, Он всегда нас утешает. Слушай, ветер подул, но ты же на камне. На тебя наперли, но ты же стабильно. Будь тверд и мужествен. От нас зависит очень важная вещь не сходить с того места, которое мы приняли, не сходить с того откровения, которое мы получили. Если я принял Слово от Бога, то я должен стоять на этом. Будь тверд и мужествен. Почему я должен быть твердым? Бог поставил меня в эту церковь, сделал меня тем, кем я являюсь. Я колеблюсь. Если мое колебание сегодня двигается или в ту, или в иную сторону, если я хожу в другую церковь и думаю, о, я здесь буду, или меня здесь любят, и тут меня любят. Слушай, ты зыбкий. На тебе нельзя строить. Бог не строит на тех, которые не уверены в том, что они делают. Будь тверд, и мужествен. Вы знаете, твердость – это как алмаз, наверное. Он самый твердый. Вы знаете, что алмаз можно разбить молотком? Он хрупкий, но твердый. его нельзя сильно бить. Его можно тереть, испытывая. И вы знаете, я думаю, что тут куча алмазов, бриллиантов, которые будут потом. И мы их просто протираем. Но некоторые трескаются. Знаете, почему? Потому что трещина была вот здесь. Где-то здесь он пустил неправильное отношение. Что это такое? Обида, зависть, злость, недовольство. И вы знаете, нам кажется, что мы имеем все, но это основание твое, которое было перечеркнуто. Это там, где твоя трещина. Знаете, что Бог, Он говорит, я хочу, чтобы этот дом был выметен и пуст. Я буду строить на новом. Я буду все строить новое. Я даю новое откровение. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Ты знаешь, что тебя напитало. Некоторые понимают, что такое хлеб. Когда вы долго не кушали и тут вас накормили, когда вы получили откровение Божье, и оно прикоснулось к вам, оно изменило вас, вы почувствовали вкус. Послушайте, может оно не такое прекрасное, что вам казалось, но это становится вашей жизнью. И знаете, некоторые люди говорят, ты тот, что ты ешь. Ты становишься тем человеком. Если ты питаешься Словом Божьим, пребываешь в нем, и это Слово является основой для тебя, ты будешь благословен. Скажи, я буду благословен. Я строю на Слове Божьем. Я не знаю, кому я проповедую, но может быть для себя в первую очередь, но верю, что есть люди тут. Преклоните ухо ваше, придите ко мне, говорит Господь. Первое, что надо сделать, быть способными слышать. Покажу, как некоторые слушают. Они не хотят слышать Бога. Они закрывают свои уши, чтобы Бог не сказал им, потому что когда Бог говорит, и хочет изменить, хочет вычистить их, Он дает указания, что им делать. в твоей жизни, в твоей семье, в твоем доме. Знаете, Бог не такой, он, ой, у тебя все хорошо, у тебя все классно. Знаете, это психология, которая нас говорит, что у тебя все классно. Нет, послушай, тебе надо что-то менять. Если я пришел в церковь, я не хочу меняться. И не хочу слышать, чтобы измениться. Да, первое, возьми хотя бы на молитвы ходи. Читай Слово Божье, пребывай в нем, пребывай в том, что нужно. И знаете, есть такие недовольные, я не этим проповедую. Я проповедую довольным, которые понимают, о чем я говорю. Потому что надо бывает себя дать поджопник себе и сказать, так, иди, это твое служение. Ты должен. Знаешь, почему ты должен? Потому что ты на основании. А, Иисус, Он шел, как написано. Иду исполнить все, как написано. Он тверд был в этом. Когда Петр пришел и сказал, пожалей себя, подумай себе, тебе поспать надо. Не время, Петр. Не сейчас. Нет, Он сказал, отойди от меня, сатана. Знаешь, почему? Потому что каждый раз тебе предлагает этот мир выход иной. Выход, который не дает Бог. не Божий путь. Есть всегда два пути. Что ты выбираешь, какой ты путь выбираешь? на каком основании ты стоишь? Не, мы строим все одинаково. Но если твоя жизнь дает трещину, значит, где-то проблема в основании. Не, послушай, трещина до основания, это значит проблема в основании. кто ты такой? Кто ты такой? Хорошо. Вот я дал его свидетелям для народа, вождем для наставников, народам. Вот ты призовешь народ, которого не знал. Народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего и ради Святого Израиля, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа. Что нужно делать? Взыщите, преклоните ухо. Преклоните ухо ваше. Взыщите Господа и послушайте. Некоторым людям нужно помимо открытого уха еще и послушание. Потому что мы-то все слышим, но Бог за нас ничего не делает. Он ожидает от нас действия, потому что Слово Его достаточно. Скажи, Слово достаточно. Он сказал солнцу и оно светит. Уже миллиарды, миллиарды лет, наверное. Я не знаю, сколько. Ну, по Библии по-другому чуть-чуть. Посчитать сложно. Потому что нас тогда не было. И людей тогда не было, когда оно начало светить. но я верю, что это Слово Божье возжгло. Он сказал и образовалась земля. Он сказал и суша отделилась. И вы знаете, ученые говорят, так и произошло. Они приходят к выводу, так и было. Скоро мы придем к выводу, что Библия это самая научная книга. Просто обоснуем ее. И я вам хочу сказать, что когда твоя жизнь становится Библией, ты самый продвинутый человек. И я вам хочу сказать, ты можешь достичь результата в этой жизни, потому что Бог, Он уже вложил в тебя все, что нужно. Свое Слово. Скажи, я достигну. И тут написано, преклони уши, придите, послушайте, и вы насладитесь. У вас жива станет душа ваша. Некоторые ходят, они мертвые внутри, душа у них мертвая. Знаешь, почему? Потому что уже похоронила свое замужество, уже похоронил свою женитьбу, уже похоронил свои таланты, уже похоронил все, что внутри у Него, похоронил всякое, всякое. Знаешь, что похоронило в тебе? Твоя гордость похоронила тебя, твое желание похоронило. Тебе надо избавиться от этого, взять Слово Божие и начать просто исповедовать это. И жива будет дыша ваша. И дам вам завет вечный неизменной милости. Знаешь, что такое неизменной? Бог не меняется, ты меняешь свое мнение о Боге. ты свое представление поменял о Боге. Почему? Кто внушил тебе? Если какой-то человек нечестивый начнет говорить и проповедовать вам, пойдемте и будем делать, вы послушаете, по какой причине? Потому что ваше сердце такое. но если человек говорит, слушайте, давайте исполнять волю Божью, у вас задастся вопрос, а нужно давать ли десятину, а воля ли Божья это? Не воля ли Божья нам ничего не делать, строить, не строить, идти, не идти, двигаться? Слушай внимательно. Если у тебя задается вопрос, значит у тебя проблема, тебе надо стать на Слове Божьем. Еще, мои мысли, он говорит, а, извините, перескочил, ищите Господа, когда можно найти, призывайте его, когда он близко, вы знаете, что он сейчас очень близко, но его надо найти, да оставить нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и он помилует ему, к Богу нашему, ибо он многомилостив, завет милости обращается к тем, которые ищут, скажи, завет милости, обещанный Давиду, он на мне, когда я его ищу, его присутствие, его слово, и исполняю его слово, и дальше интересно вообще, восьмой стих меня поражает девятый, мои мысли, у меня есть мысли, у Бога есть мысли о тебе, он размышляет о тебе, я хочу, чтобы ты понял, часто мы не понимаем, что его все помыслы были о тебе с самого начала, когда он отдал сына своего для того, чтобы ты сегодня имел эту возможность стать кем-то, воссиять, как светило, стать служителем, стать пастырем, стать священником, но ты говоришь о себе, что говорит весь мир, я не способен, у меня не выходит, у меня не выйдет, поэтому я говорю тебе, будь тверд, слушай внимательно, твердость моя заключается не в том, что я чувствую, а в том, что Бог сказал обо мне, я мужествен не потому, что я мужествен, а потому, что Бог сказал, что я такой, и я имею это мужество, о, потому, что откровение Божие внутри меня, вы знаете, для этого не надо быть сильным человеком, чтобы быть твердым и мужественным, надо быть маленьким, щупленьким, худеньким, но желающим, вы знаете, все дело в желании оказывается, желаю исполнить волю твою, смотрите, но мои мысли о вас, они не ваши мысли, мои пути о вас не ваши пути, слушай внимательно, Бог в претензии к этим людям, почему, потому что твои пути еще не соответствуют, я хочу, чтобы они соответствовали, когда ты становишься сильным, когда ты налаживаешь этот путь, когда твой путь становится путем Божьим, и я вам хочу сказать, не всегда просиживание в церкви, хождение в церкви, это путь Божий, ой, неправильно сказал, правильно, правильно сказал, потому что путь Божий исполнять то, что Он говорит тебе, не просто прийти в церковь, в церковь это важно, здесь Он учит тебя пути, Он открывает тебе пути, Он дает тебе Слово как поступать, но ты должен это воплощать в жизнь, твой путь теперь, Его путь, Его мысли теперь, твои мысли, Его желания, все дело в желаниях, я снова говорю, если ты управишь свое желание в Божью волю, тебе становится легко, тебе становится так легко, ты воспаришь как орел, поднимешь крылья, полетишь, пойдешь и не устанешь, потекут и не утомятся, хотя наоборот, ничего страшного, мои пути выше путей ваших, мысли мои выше мыслей ваших, как дождь и снег не сходят с неба, туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рожать и превращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне напрасно, тщетно, но исполнить то, что мне угодно и совершить то, для чего я послал, скажи, слово, оно совершит то, для чего оно было послано, слово будет совершать, но послушайте внимательно, в ком оно совершается сегодня? Бог, он сотворил уже всю вселенную, все атомы, все молекулы двигаются, только одно существо в этом мире еще меняется, и изменяется, исполнять ли волю Божию или не исполнять волю Божию, только одно существо, это человек, быть ли волей Божией или не быть, светить или не светить, жить или не жить, существовать или жить, это человек, кому это обращено? К свиньям? к животным? Они уже существуют, как это все было создано, вот это создано для человека, слово было послано для человека, вы знаете, Бог послал самое дорогое, что может быть у него, он послал своего сына, это и есть слово, это и есть откровение его, и он говорит, кто имеет этот хлеб в жизни, не будет никогда алкать, не будет никогда жаждать, о ком я говорю сегодня? Что дает тебе силу? Давайте откроем еще одно место, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, и так, вы выйдете с весельем, будете провождаемы, с миром, горы и холмы будут петь перед вами, песнь, и все деревья в поле, рукоплю, я хотел бы это посмотреть, знаете, о, я это видел, знаете, в чем, смотрите, здесь говорится об определенных состояниях твоего сердца, что все для тебя, когда все творение вокруг, оно свидетельствует, что все для тебя, служение для тебя, церковь для тебя, Иисус для тебя, жизнь для тебя, дочитаю, ничего, ладно, вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир, и это будет во славу Господа, в знамении вечное, несокрушимое, несокрушимое, вы выйдете с весельем, вы когда-нибудь выходили на улицу, и вам казалось, что это все для вас, а вы хотите жить в этом состоянии, что холмы вам рукоплещут, деревья вам, вдыхаешь, а воздух, вы понимаете, какое состояние Бог вас хочет поместить, еще раз, он хочет дать жизнь, и жизнь с избытком, когда ты доволен, удовлетворен, опять на работу, некоторые так, я вот делал, делал, ничего не сделал, или сделаю, делаю, и моей жизни такая, и никто не скажет даже спасибо, мне холмы рукоплещут, слушайте, вы понимаете разницу между спасибо твоим и гормой и холмой будут петь пред тобой, да мне земля поет, вы понимаете разницу между живущими и неживущими, между теми, которые мне нравятся, когда израильский народ, у них и вправду земля пела, когда ерехонские башни пали, земля петь начала, вместе с ними, они возрубили и земля Аллилуйя, это все для нас, все наше, все мое, возьму, ты можешь сегодня быть в таком состоянии, ты можешь ощущать это, снова и снова, переживать это, но тебе нужен тот, кто дает это по настоящему, Не я. Не церковь. О, мне обещали тут. Мне говорили, что это произойдет. Некоторые, знаете, обиженные на церковь, что вот там обещали. Я ничего же не обещал. Я говорю то, что написано. Если ты не принимаешь этого написанного, я не могу ничего сделать. Тебе нужно исполнять это. Для того, чтобы это происходило в твоей жизни. Чтобы радость, чтобы рукоплескание деревьев было в твоей жизни. Давайте откроем еще одно местописание. Я прихожу к завершению. Вы знаете, проблема проповедникам. Учителя умеют завершать. Проповедники хорошие тоже. Я не очень хороший еще проповедник. Я учусь. Вы меня простите за это. Хорошо? И я стараться буду завершать это. Хорошо? Шестая глава Иоанна Леотеана. В шестой главе описывается насыщение пяти тысяч человек. Взошел он на гору. И там сидел с учениками своими. А приближалась же Пасха. На Пасху люди веселятся, кушают. Иисус увидел людей. Идет к Нему множество. Где нам купить хлебов, чтобы накормить, спрашивает у Филиппа. Что является хлебом сегодня для церкви? Где нам столько купить хлеба? Филипп говорит. Да тут столько-то, столько-то денег не хватит. И тысячи не хватит. Один из учеников, Андрей. Мне нравится, Андрей. Брат Симена Петра говорит. Здесь у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Он просто, вы знаете, на такое множество столько хлеба. Это просто нам хватит. Другими словами оно звучит. Мы поедим. Как насчет других, не знаю. Веселье у нас будет. Нам радостно будет. Он говорит, слушай, я понимаю все. Принесите их сюда. Иисус взял хлебы, воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим 11 стих. Также и рыбы. Сколько кто... Вы видели это место? Сколько кто хотел? Вот прочтите вот это снова. Сколько кто хотел? Иисус, Он находится в Слове Божьем. Он есть хлеб жизни. Он тот, который кормит духовно, душевно, физически. И когда ты исполнишь все, что Он говорит, а Он сказал, возлягте там, посадите их, преломил хлеб, выдадите им кушать. И они дали. И они по-настоящему дали. И у людей было все хорошо. И знаете, кого они искали? Иисуса Христа, чтобы снова покушать. Что ты ищешь сегодня от Иисуса Христа? Ты услышал свидетельство других людей, что они получили исцеление, освобождение, и ты ждешь этого же? Или ты ищешь хлеба, который по-настоящему может насытить тебя? Еще раз скажу. Хлеб, который может насытить, это то чудо, которое он может совершить в твоей жизни, чтобы ты стал сильным. И интересно, 27 стих он говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, который даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать Свою Отец. Другими словами, Бог запечатлел его для нас, для того, чтобы мы теперь думали о нем, мечтали о нем, стремились к нему. Он есть то слово, которое было послано для нас, чтобы мы изменились, чтобы наши желания теперь устремились к нему. Почему? Потому что я не могу управлять своими желаниями, когда у меня реклама в голове. Я как-то рассказывал, в машине, правда, рассказал, сказал, никому не рассказывайте. Взял, загрузил в телефон игру. Кто-то сейчас в игру играет, наверное. Загрузил в телефон игру, такие кубики падают, бум-бум-бум-бум-бум. И стою на молитве один раз, а у меня кубики падают. Я понял, игру надо удалять. Я взял телефон и сразу игру удалил. Не, ну, бывает же, знаешь, сидишь и играешь, что-то. Пришла игра, прилетела куда-то. А у тебя видения, кубики. У вас видения такие были? Вот сновидения у некоторых, знаешь, ужасы приходят. Да фильм посмотрел просто перед сном. Не смотри того, что не нужно, что не насыщает. Не делай тех вещей, которые не наполняют тебя. Ищи благословения Божьего. Что происходит с твоим мышлением? Мышление начинается меняться. Ты начинаешь по-другому думать. Ты начинаешь думать в других аспектах. Ты начинаешь видеть другие вещи. Иисус говорит им. Старайтесь думать о том, что Бог пошлет вам. Иисус сказал ему в ответ. Вот дело Божие, чтобы вы веровали. Чтобы ты был крепким и сильным. Сильным в слове. Сильным в том откровении. Вот дело Божие, чтобы ты веровал. Дальше он говорит о вере, которая является стержнем. Верить в Слову Божьему. Что бы ни происходило, какая буря бы ни происходила в твоей жизни, не переставай верить. Потому что Слово Божие, оно исполнится. Может не исполнится ничего в этом мире, но Слово Божие исполнится. Но люди все равно говорят ему о хлебе. Иисус сказал, как вы не понимаете, 35 стих, я уже спешу. Я забегаю вперед. 35 стих. Иисус сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать. приходящий ко мне. Придите ко мне и послушайте. И будет жива душа ваша. Исайя 55 глава. Она созвучна 6 главой Иоанна. Если вы перечитаете, это вообще созвучно. И Исайя созвучна вообще, потому что это еще одно Евангелие. Когда мы читаем и рассуждаем над этим, и Бог говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Послушайте внимательно. Если ты пришел с одним желанием исполнить его волю, он тебя не выгонит вон. Знаете, кого он выгоняет? Гордящихся, надменных, злых людей. Но если ты хочешь исполнения воли, и в твоей жизни есть изменения, ты хочешь изменить свою ситуацию на другую, он не изгонит тебя вон. Вы понимаете? Бог не выгоняет человека, который хочет измениться. Но некоторые думают, ну он же не выгоняет никого. Вы помните притчу, когда на брачный пир был позванный кто? Ну все, с улицы. И один был не в брачной одежде. И что произошло? Его выгнали. Да и не только выгнали, а придали одной участи с неверными. Потому что он неверно понял ту ситуацию, в которую он был призван. Слушайте внимательно. Поэтому, когда мы совершаем свое спасение, я осознаю, что это этим надо ценить. Этим надо дорожить. Потому что Иисус заплатил дорогую цену за это. И если я сегодня думаю, а Бог же меня не выгонит вон. Выгонит. Выгонит. Послушай внимательно. Бог выгоняет некоторых. Отсекает всякую ветвь, которая не приносит плода. Но Бог же добрый ко всем. Слушай внимательно. Бог добрый ко всем. Но призывает Он тех, которые хотят измениться. Если ты призван и ты желаешь, чтобы в твоей жизни изменения начни быть податливым. Начни слышать и исполнять то, что Бог говорит в твою жизнь. Потому что то исполнение, которое начинается в твоей жизни, оно приводит тебя и других людей к замешательству. Они начинают видеть в тебе такие изменения. Говорят, слушай, он был злым, теперь он добрый. Он был ненавистником, теперь он совсем другой. Он был завистливым, а теперь он независтлив. Она была скандалистка, а теперь она слушай, в душе в ней не чаешь. Пироги готовят. Мужу говорит только доброе, ничего плохого не говорит. Вы знаете, часто мы не видим тех малых изменений, но это все производит Слово Божье, которое она приняла или он принял для того, чтобы исполнять. в глобальных масштабах, не в маленьком, потому что Бог всегда говорит в большом. Когда он что-то в тебя сеет, он говорит, ты будешь плодоносен, ты моя почва, ты земля, в которую я посеял свое семя, которое должно быть, и дождь я буду лить, сколько нужно. я только дождь лью, вы знаете, все, что дает мне отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Я верю, что отец дает тех, которые должны исполнять Слово Божье, исполнитель, не всякий говорящий мне Господи, Господи, но исполняющий, волю. Знаете, что исполняющий волю Отца, Он пребывает вовек. В чем же исполнение? В простых вещах, потому что Он желает сегодня прославить Иисуса Христа в твоей жизни. Сороковый стих, давайте еще раз откроем, сороковый. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видевший Сына, верующий в Него, имел жизнь вечную. Скажи, имел жизнь. Это о холмах, которые танцуют, и деревья, которые рукоплещут пред тобой. Вот это жизнь. Когда у тебя другая жизнь, я думаю, что тебе надо пересмотреть свое Евангелие, потому что что бы у тебя ни происходило, и какая жизнь тяжелая не была, все равно деревья рукоплещут тебе. Холмы отпрыгивают и поют. Понимаете? Потому что Бог, Он всегда хочет дать тебе благодать, благословение, наполнить тебя, скажи, радостью, радость спасения. Вы знаете, что такое радость спасения? Это предвкушение от того, что меня ожидает даже. Я еще не имею этого, но я в предвкушении и воскрешу Его в последний день. Я заканчиваю. Смотрите, Иисус хочет нас воскресить. Что Он хочет воскресить в нас? Свое Слово, то откровение, которое Он дал, то благословение, которое Он вложил в нас. Он воскресит тебя в последний день. Звучит как-то не так. Он воскресит свою часть, свое творение. И что Он сейчас сделает с тобой? Он просто творит. Он продолжает творить через Слово, потому что есть одна переменная в этом мире, это человек. И вот эта переменная делает все вокруг. Меняется или не меняется, изменяется. Вот это переменная, но мы не знаем, в какую сторону она изменится. И вы знаете, часто нам надо измениться в Божью волю, просто исполнить то, что Он говорил. Прими Его Слово, начни им жить, начни Его исповедовать, стань твердым на Нем. И я вам хочу сказать, начни видеть то, что Бог говорит твоей жизни. Начни радоваться этому. Бог благословил твою семью, Бог благословил твой дом. Перестань ныть, роптать, быть недовольным. Бог наполнил тебя любовью. Перестань продуцировать себе зло. Понимаешь меня? Я иное творение. Я иной человек. Мы другие. Давайте встанем. Я задам вопрос. Я проповедовал и вроде бы все понятно, вроде бы все хорошо, но нужно изменение здесь. Первая перемена, которая должна в жизни быть каждого человека, первое изменение, которое должно произойти, это принятие решения. Твое принятие решения, не мое, мое желание. Какое желание? Желание изменить свою жизнь. Тебе нравится твоя жизнь, ты не хочешь меняться, ты не желаешь меняться, но тебе нужно сегодня принять решение, и не просто принять решение, тебе нужно изменить свою жизнь. Первый шаг. Это действие, шаг действия. Это признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Вот здесь Он сказал, приходящего ко Мне не изгоню вон. Где Он сказал это? Не ко всем приходящим. Он сказал, приходящего ко Мне не изгоню вон. Те, которые хотят перемен в своей жизни. Вот поэтому мы, когда берем даже на репцентр, мы смотрим на человека, хочет человек измениться или нет. Они все думают, что они хотят. Но для чего? Перемена, которая изменит тебя в корне, ты станешь другим человеком, иным человеком. Мы новое творение во Христе Иисусе. У нас новые мечты, у нас новые планы. Если я мечтал раньше быть президентом, то теперь не мечтаю. Мне это не нужно. У меня другая мечта в сердце. Спасение города Борисполя. И раньше я думал о другом, мечтал о другом. Теперь я мечтаю. Почему? Потому что Бог производит во мне хотение и желание по своему благоволению. Я хочу, чтобы они стали другим. Для этого нужно что сделать? Управиться. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Будь тверд и мужественным. Тебе надо стать таким. Я не стану твердым и мужественным. Если, если, если не захочу, если не признаю, что я тот человек, который нуждается сегодня в Господе Иисусе Христе. Я сам себе режиссер. Может, жену себе выбрал сам. Сестру себе выбрал сам. Терплю сам. Мучаюсь сам теперь. Но, Бог говорит, приходящего ко мне, не изгоню его. Ты станешь другим человеком, и я дам тебе силы терпеть, менять, изменять все. Ты знаешь, и то, что ныло у тебя всю жизнь, начнет только плескать тебе. Это обещание Божие. Танцевать пред тобой. Петь тебе. Вы понимаете меня? Кто из вас понимает? Когда у вас все вокруг в других красках, ты начинаешь видеть то, что звезды светят поярче. Запахи нерещат. Вкус, он намного приятнее, чем был. Эта жизнь вообще такая прекрасная. Я правильно проповедую? Это обещал Бог. Иисус обещал жизнь здесь. И жизнь. Я даю вам жизнь. Мне жизнь финансовая. Некоторые думают в финансах все. Вы знаете, некоторые, которые имеют все, они здесь вот гнили, они не могут измениться. Для того, чтобы измениться, нужно исполнять волю Божию. Покаяться. Прийти перед Богом и сказать, Господь, прости меня, я грешен. Некоторым гордыня не дают. Если ты желаешь, я буду молиться вместе с тобой. Подними себя, Бог. Бог будет касаться себя. Да, Бог. Слава Богу. Все. Идите сюда. Выйдите сюда. Выйдите сюда наперед. Пожалуйста. Если вы желаете. Бог дает жизнь. Это не я даю. Вы знаете, Бог дает изменения, перемены. Признания. Пускай мое пение никому не нравится. Мне холмы поют. Пускай мое слово никому не нравится. У меня деревья рукоплещут. Вы понимаете меня? Насколько вы ценны становитесь перед Богом. Насколько Бог вас благословляет. Вы слышите меня? Бог благословляет. Станите своим гордом. Давайте встанемся. Приложите усилия. Просто вместе помолимся. Вместе с ними. Повторяйте вместе. Господь Иисус. Я верю, что Ты умер за меня на кресте. Господь. Я прошу Тебя. Прости меня. Я осознаю, что я грешный. И я хочу, чтобы Твои изменения. Твои перемены. Пришли в мою жизнь. Благослови меня. Благослови меня, Иисус. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. И Ты сказал, приходящего ко мне, не изгоню его. Я нуждаюсь сегодня в Тебе. Я буду славить Тебя. Я буду прославлять Тебя. Я буду говорить о Тебе. Господь Иисус, я знаю, что Ты изменяешь. И я нуждаюсь сегодня в этих переменах. Великий Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Скажи своему соседу, я поздравляю Тебя. Я поздравляю вас. Смотрите внимательно. Если бы вы что-то начали делать, это шаг, да? Теперь вам надо исповедовать правильное исповедание. Возьмите Слово Божие. Выпишите несколько стихов хотя бы, которые коснутся вашего сердца, обетованию восстановить, что Бог сказал там, и начните это исповедовать. Но то, что коснется вашего сердца, начните говорить вашу жизнь. Вы увидите, как по-другому засветит солнце уже. Потому что покаяние – это первый шаг, это хорошо. Но Слово Божие, оно изменяет нас. Оно делает нас твердыми и мужественными. Я знаю, почему Иисус, Давид, стал мужественным и твердым. Он был возле Моисея. И все время слышал, что Он говорит. Он слышал Слово Божие. И если ты становишься все время, пребываешь в Слове Божьем, ты всегда в Слове Божьем, ты думаешь о Нем. Если что невозможное Богу, нет. Если что невозможное верующему, то уже нет. Это обещание Божие. Аминь. Я вас поздравляю. Вы можете присаживаться. Пусть Бог вас благословит. Мы сейчас будем поклоняться. Давайте встретимся.